И снова здравствуйте, с вами опять Алексей Рыдов. Мы продолжаем решать вот эту вот задачку из Олимпиады по инженерному 3D. Одно решение вы уже видите. И вот еще одно решение, ровно то же самое, мы проделываем в SAPR Autodesk Inventor. Почему? Потому что в следующем шаге будет задача по вычислению площади сечения. Она делается существенно по-разному в разных SAPR. И как бы давайте уж и построим тогда в разных SAPR. Напоминаю, что тут есть параметризация. Длина стороны L равно 10 мм. Ну и давайте посмотрим, как все это делается в Inventor. Во-первых, мы задаем новый параметр. Если у вас нет вот такой кнопочки параметра, ее можно включить вот здесь. Параметры. Можно отключить. Можно включить. Говорю, добавить числовой параметр. Он у нас будет L. И формула будет 10 мм. Вот так. Создаем эскиз. Эскиз уже есть. Входим в эскиз. Тут уже положена картинка. И мы, начиная вот с этого вида, рисуем эту деталь. Опять-таки, не сильно запарилась. Просто рисую линии. Вот так. Ставлю размер. В отличие от onShape, тут никакой решетки не ставится. Просто пишем имя переменной L в данном случае. Вот переменная L вот такая маленькая. Вот так. Ну, мы сразу видим, что надо взять, выровнять вот эти вот все четыре отрезка. Здесь есть клавиша равняется, которая работает как зависимость равенства. Ставим точку на середине этой линии. И к этой точке продолжаем отрезки. Раз. Два. Все. Этого оказалось достаточно. У нас эскиз полностью определен. Как и в onShape, shift-e запускает нам выдавливание в две стороны. И расстояние будет тоже L. Тоже никаких решеток тут не ставим. Вот. И я уже помню, как это все делается. Тут делаем новый эскиз. Shift-S также работает. И вот здесь вот вам нужно пунктирно спроецировать вот эту грань. Когда мы ее спроецировали, то отрезки уже не пунктирные будут прилепляться к центральным точкам. Повернули, посмотрели. Shift-e в другую сторону с пересечением. Опять-таки мы используем выдавливание с пересечением. И, наконец, на еще одной плоскости мы можем сделать, ну, например, вот так. Я нажму F7. Ага, и ничего не получится. Значит, просто начинаю проецировать. Проецирую вот это, вот это, вот это, вот это. Мы видим, как у нас появляются в эскизе проекции. Проверяем, смотрим. Все шесть отрезков спроецированы. Опять Shift-e. Пересечение. Вуаля. Вот у нас готова деталь. Ну, получилось чуть пошустрее, чем в ваншепе. И смотрим теперь объемы. Свойства Inventor. Физически обновить. Вот получилось 666.667. Переносим это в ответ. Но мы уже знаем, что ответ правильный должен быть. Да. Вот так оно работает. Ну, в других сапрах очень похоже будет. Удачи.